МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дочи Вели ДВ Новости. Здравствуйте. Наши главные темы сегодня. Эрдоган в гостях у Путина. Конфликт вроде уладили, но все ли так безоблачно? Так называемые тунеядцы Лукашенко объявляют беспощадную борьбу. Народ недоволен. И импичмент президенту. Чем возмущены некоторые жители Южной Кореи? В пятницу в Москву к президенту Владимиру Путину прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайп Эрдоган. К его визиту мы еще вернемся. А для начала поговорим о потеплении в российско-турецких отношениях после извинения Анкары за сбитый российский самолет. Россияне любят недорогие турецкие овощи и фрукты, частичный запрет на ввоз которых в пятницу Кремль снял. И отдых в Турции по принципу все включено. Турок привлекают не только российские туристы и рынок сбыта, но и рынок труда, в частности в сфере строительства. Мои коллеги подробнее о новой главе в российско-турецких отношениях. Этот московский ресторан называется «Бардак», что в переводе с турецкого языка значит «стакан». Такая двусмысленная игра слов как нельзя лучше описывает российско-турецкие отношения после всех потрясений последних полутора лет. Обострение в отношениях между двумя странами, у которых вообще-то весьма много общего. Никто ни в России, ни в Турции не мог себе представить такого кризиса. Союж точно не главы государств Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган, когда они вместе присутствовали на открытии Московской соборной мечети, самой большой в России в сентябре 2015-го. Но потом случился ноябрь, когда турецкие ВВС сбили российские Су-24 вблизи сирийской границы. В сирийском конфликте обе страны преследуют разные интересы. Россия помогает президенту Ассаду, а Турция добивается его свержения. Россия поддерживает курдские формирования на территории Сирии, а Турция ведет против них боевые действия. А поскольку первоначально Турция отказалась извиняться за сбитый самолет, отношения между двумя странами стремительно охладели. Один из самых серьезных вопросов на этих переговорах – как разграничить сферы влияния в Сирии. Самый чудовищный сценарий – это если начнут столкновения между правительством Сирии и Турцией. С обоими Москва сотрудничает. Поэтому Россия будет делать сейчас все возможное, чтобы этого не произошло. Летом прошлого года конфликт был улажен. Турция принесла извинения за сбитый самолет и за гибель российского летчика. С тех пор отношения быстро налаживаются. Обе стороны так или иначе нужны друг другу. Турция поставляет в Россию недорогие овощи и фрукты. Россияне любят недорогой отдых. По системе все включено на турецких курортах. В этом году ожидается их массовое возвращение. А планируемый трубопровод «Турецкий поток» поможет обеим странам расширить сотрудничество в энергетической сфере. Если, конечно, проект будет реализован. Что же касается российских и турецких сотрудников московского ресторана «Бардак», то политика их не интересует. Они убеждены, что… Несмотря на передряги, которые нам устраивают многие ситуации жизненные, все наладится. И в этом контексте турецкое слово «бардак» не русский беспорядок, а встреча друзей за чашечкой чая. В пятницу в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина Реджепа Таипа Эрдогана. Путин хвалил совместную работу с Турцией в ходе операции в Сирии. Эрдоган говорил об экономическом сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе и энергетике. Подробнее о встрече Путина с Эрдоганом поговорим с нашим московским корреспондентом Юрием Решетом. Юрий, стоит ли верить в политическую отепель между Москвой и Анкарой? Маргарита, знаете, отепель бы такая штука. Вот сейчас, например, март на дворе, и погода меняется постоянно. Может, еще и зима прийти. Но если говорить серьезно, то я думаю, что все-таки эта отепель наступила, и слишком серьезные, слишком демонстративные намерения с обеих сторон показать, что все улучшается, изменяется, что отношение возвращается к тем прежним отношениям, которые были до 2015 года, когда сбили турки российский самолет. Эрдоган сегодня сказал, что, в принципе, фаза нормализации уже завершена, и началась фаза активных действий в области туризма, в области сельского хозяйства, товарооборота между Турцией и Россией. В московских магазинах появились турецкий лук, турецкая цветная капуста и так далее. Ну и, естественно, россияне стали больше ездить в Турцию. По мнениям экспертов, в этом году поток туристов увеличится до трех миллионов. Юрий, Москва и Анкара долгое время не могли договориться по Сирии, а если быть точнее, то по президенту Сирии Башару Асаду. Сегодня, после переговоров с Эрдоганом, Путин даже похвалил сотрудничество с Турцией в этой стране. Означает ли, что все разногласия между Москвой и Анкарой преодолены? Вопрос очень сложный, Маргарита, и неоднозначный. И ответа однозначен здесь тоже не может быть. Я считаю, что этих разногласий, они не исчезли нигде, никуда. Потому что, с одной стороны, конечно, Россия и Турция сотрудничают. И переговоры в Астане, например, по Сирии были для многих успехом. С другой стороны, происходят какие-то непонимания на стороне военных. Потому что недавно мы знаем, что русский самолет сбил, то есть уничтожил случайно троих турецких солдат и так далее. То есть здесь нужно, конечно, договариваться и координировать военные действия в Сирии. Ну, а что касается Асада, то, вы знаете, по-прежнему Сирия не настаивает активно на его свержении. Она из тактических соображений, я думаю, сейчас пока об этом не говорит. Но ведь вопрос никто не снимал с повестки дня. И по-прежнему позиции официальные Анкары и Москвы в этом плане, в этом вопросе совершенно различные. Что ж, спасибо большое, Юрий. На связи со студией был наш московский корреспондент Юрий Решито. И к другой теме. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу назвал неработающих граждан страны будущими преступниками. В Беларуси сейчас чуть ли не тема номер один – декрет о тунеядцах, как его прозвали в народе. Этим документом Лукашенко объявил беспощадную борьбу с социальным иждивенчеством. Декрет повлек за собой массовые акции протеста по всей стране. После чего Лукашенко введение налогообложения за тунеядство перенес на более поздний срок. О развитии ситуации на примере Бреста в материале моих коллег. Позор! Кричат они снова и снова. Они обращаются к белорусскому правительству, которое считают ответственным за принятие закона о тунеядстве. Наша политика неправильная. Куда государство девает деньги? Давиться отставки действующей власти. Главный! Главный! Тунеядин! Вечер перед демонстрацией. Брест. Здесь мы встречаемся со Светланой. Свою фамилию она называть не хочет. Два года назад врачи нашли у Светланы прогрессирующий артроз. С тех пор она перестала работать продавщицей. И теперь, поскольку она безработная, она будет вынуждена платить штрафы государству. После вступления нового закона в силу. Люди бедные, люди голодные, люди вешаются, потому что нету работы, потому что детям не могут в глаза смотреть, потому что кормить нечем. И водить вот так вот еще и дай. А где взять? Вот у меня есть машина, и что мне теперь продать? Или мне почку продать? Светлана и ее дочка чаще всего дома вдвоем. Ее муж – дальнобойщик, который кормит всю семью. Но это не причина, чтобы влатить налог на тунеядство, считает Светлана. Поэтому она и готовит акцию протеста. На следующий день – сюрприз. На площади Ленина, где должен был пройти митинг, городские власти решили внезапно организовать детский праздник. Участники протеста в замешательстве, но продолжают акцию. Сейчас предлагаю организованно, не нарушая правил дорожного движения, перейти к зданию госполкома. Кто за? Когда толпа людей начинает движение, неожиданно к ней присоединяется еще больше протестующих. Всего лишь через несколько минут уже около тысячи мужчин и женщин. И это не политические активисты, а простые граждане, которым Светлана раздает листовки. Чечевски мы рабы. Нет, то есть мы признаем, что мы не рабы. Пожалуйста, почему в стране, в благополучной стране, как нам говорят по нашим ящикам, столько больных детей. Это нормальная страна, где для того, чтобы отправить ребенка в школу, нужно взять кредит. Полицейские почти не обращают на протестующих внимания. Весьма неожиданно для Беларуси. Еще более неожиданно то, что мэр города позвал участников митинга прямо в здание городской администрации. Там три часа жители Бреста пытаются понять, почему они, у кого и так есть очень немногое, должны еще платить государству. Мэр вынужден объясняться. Такого в Беларуси еще не было. Я думаю, что это здравый смысл. Я думаю, что диалог, возможность для власти чувствовать все настроения, корректировать управленческие решения, исходя из пожеланий подавляющего большинства людей. Не знаю, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки они нас услышат. Очень бы этого хотелось. Правда, не хочется никакой ни революции, ни войны. Но если не прислушаются, то ничем хорошим это правда не закончится. После акции полиция все-таки задержала пятерых молодых людей по дороге домой. Позднее они получили по пять суток ареста. Настоящая оттепель выглядит по-другому. Если в Беларуси протестуют против налога на тунеядство, то в Южной Корее некоторые жители страны недовольны решением Конституционного суда об импичменте президенту. Более того, в пятницу акции протеста переросли в столкновение с полицией. Об этой, а также о других новостях в нашем обзоре. Конституционный суд Южной Кореи вынес окончательное решение об отстранении от власти президента страны из-за коррупционного скандала. Сторонники Пак Энхе вышли на улицы Сеула. Протесты переросли в массовые столкновения с полицией. По данным правоохранительных органов, в результате беспорядков погибли два человека. Досрочные президентские выборы пройдут в стране в течение ближайших двух месяцев. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала западные страны усилить противодействие дезинформационной кампании, которую, по ее мнению, ведет Россия для дестабилизации ситуации на Балканах. В качестве премьера она привела попытку госпереворота в Черногории, в организации которого, по данным прокуратуры этой страны, принимали участие российские госорганы. В 2018 году Великобритания намерена провести саммит по безопасности с участием западно-балканских партнеров. В Индии уже вовсю готовятся к празднику Холи, который в этом году выпадает на 13 марта. Во время этого ежегодного фестиваля весны и радости индийцы обливаются цветной водой и щедро посыпают друг друга цветными порошками. В северных регионах Индии праздник продолжается до семи дней. В ночь полной луны индийцы сжигают огромное чучело, изгоняя таким образом всякую нечисть. Прогоняют через огонь скот и ходят по горячим углям. Считается, что зола костра приносит удачу. ДВ Новости расскажут о развитии событий на следующей неделе, в том числе на каналах наших партнеров. Отличных вам выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин